В хуторе Рассвет новую площадку уже проверяет на прочность местные детвора. Теперь ребятам есть где проводить время не только с удовольствием, но и с пользой. Кроме горок, площадка оборудована спортивными элементами. С площадкой хорошо. Мы теперь всегда здесь играем с друзьями. На площадке в поселке Суко рабочие наносят последние штрихи. Покататься с горок дети смогут уже сегодня вечером. На монтаж одного такого комплекса уходит порядка 4-5 часов. Ранее на этом самом месте стояла другая детская площадка, сваренная из листового железа и арматуры. Тут была какая-то площадка. Ну, уже пришла в негодность. Как говорится, усталость металла поржавела. И довольно-таки сварена она, сделана она довольно-таки опасная для детей. Ну и решили поменять все это дело. Подобные площадки получат все сельские округа. На эти цели средства выделил спикер Кубанского парламента Юрий Бурлачко. Первым этапом в городе и районе установят 11 детских площадок и 2 тренажерных комплекса. В рамках второго транша в селах установят еще более десятка площадок. У нас всего, получается, будет 2 транша. Первый транш – это 2 миллиона, и второй транш – это тоже в количестве 2 миллионов. Первые, вот данные мероприятия, которые выполняются на сегодняшний день, они проходят в рамках первого транша. Установка площадок на личном контроле у главы курорта Юрия Полякова. Проект для Анапы беспрецедентный и очень нужный, особенно для сельских жителей. Именно села получат большую часть детских площадок. В городе установят 5 игровых и 2 тренажерных комплекса. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа. Регион.